МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все спицевки к сдаче готовят дом культуры после капитального ремонта. В здании оборудуют спортзал, аудиторий и концертный зал. Все работы проводят по краевой программе сохранения и развития культуры. Постараемся, я думаю, что в первом квартале его сдать, и уже здесь, ну, сами видите, хороший, красивый дом культуры получается. Ну, а дальше надо в село Красное уходить, и дальше уже в селе Красное также дом культуры ремонтировать и отдавать его людям для того, чтобы, ну, слушайте, мы для этого здесь находимся, чтобы обновлять и обновлять. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров 15 декабря проведет прямую линию и ответит на вопросы жителей региона. Трансляция начнется в 18.00. Посмотреть ее можно будет на нашем телеканале, а также на страницах главы региона в социальных сетях. Задать вопросы можно по телефону 74-8188. 15 декабря в 18.00. Не пропустите. В хуторе Беляеве строят фельдшерско-акушерский пункт. Там уже возвели стены здания и провели коммуникации. Вскоре приступят к укладке плитки. Параллельно обустраивают прилегающую территорию, сообщили в региональном Минздраве. Работы проходят по краевой программе модернизации первичного звена здравоохранения на спроекта здравоохранения. В Хачубеевском округе завершается ремонт подъездной дороги к селу Надзорному. Специалисты обновили 3 километра проезжей части, нанесли разметку и установили знаки. Осталось обустроить обучины, сообщили в региональном Миндоре. Работы проводят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В 12-й школе села Бурукшуна в следующем году создадут точку роста. В помещениях проведут отделку, обновят инженерные коммуникации и закупят новое оборудование. В современном центре дети будут профильно изучать химию и физику, сообщили в региональном Министерстве образования. Создадут точку роста в рамках проекта «Современная школа нацпроекта образования».